приветствую вас на первом циничном канале и сегодня поговорим о том как избавиться от немоты бывает у вас немота не торопитесь ответом на самом деле у многих бывает к примеру что за немота какого плана над вами изгаляется начальством вам не выплачивают зарплату вас заставляют перерабатывать вы вроде бы хотите сказать высказать как говорится все что думаете по этому поводу а думаете вы очень много подбираете нематерные слова думаете 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 и вроде до дела доходит ощущение очень похоже если кому-то доводилось от ментов бегать или же от охраны например какой-то от сторожей вот такое ощущение что сковывает немножко как бы как будто в солнечное сплетение получил и может печень даже хватать очень похоже на выброс адреналина когда вы бежите и начинаете бежать вроде бы опасность а вы бежите даже медленнее чем обычно по жизни бегаете такой просто опа и ноги ватные становятся если от ментов не бегали во сне наверняка такое ощущение испытывали вроде от кого-то убегаете там кошмарный сон и тут ноги ватные и вы как бы так в замедленной съемке вроде все напрягаете ничего не получается то же самое здесь другой момент не только начальник вы решаете там допустим все больше за женщин не плачу с какого хрена я должен там с первого свидания платить идете и чувствуете что обязаны обязаны не может не как же вы скажете это счет каждому отдельный счет как же вы это скажете и блин лучше заплатить вот это вот сковывающее чувство это не мота когда нужно сказать а вы все у вас рот не открывается как только раза два вы в это стукнетесь вы начнете выдумывать себе какие-то оправдания потому что ну считать что сказать я дерьмо дано не каждому хотя бы признать этот факт вы начнете придумать оправдание нет нет я не сказал начальнику не потому что я дерьмо или там трус откровенно а вот ну премии же лишат зачем нарываться как это сейчас на рожон идти премию премии лишат женщины блин ну тогда вообще отношений не будет да нужно чуть-чуть я уступил это мое решение уступить это в коем случае я не прогнулся мое мое решение почему я не могу заплатить за женщину который мне нравится я я я я вот то есть назвать себя дерьмом на самом деле это уже первый шаг к тому чтобы перестать им быть а как правило человек начинает вот таким образом что я я я короче вот это не мота откуда она берется друзья с чего советовал бы начинать избавление от нее вот от этих ватных рук но как спертого дыхания когда нужно говорить советовал бы начать избавление от нее с самой личной жизни сообщение с родственниками на работе это не всегда получится почему потому что там огромная толпа людей которые такие же вы находитесь в этом быдле и вы видите быдло и грегор если хотите то есть там так не принято то есть как только вы что-то начальнику выскажите ну начнете на равных с ним разговаривать на вас еще сразу 100 голов посмотрит быдло как же так да нельзя и будьте уверены быдло на самом деле даже жестче атакует чем начальство я в свое время когда с нас взятки вымогали в академии когда еще студентом был я все время собственно написал анонимки и на тех кто вымогал и на тех кто способствовал старосты которые собирали так что вы думаете нам эти анонимки потом зачитали и быдло было возмущено кто как администрация которая брала взятки не сказала ни слова она даже не сочла нужным с нами переговорить только со старостами но здесь быдло просто кипела как это так у нас должны стричь какая всему этому как это противопоставилась то есть быдло на самом деле намного опаснее чем тот кто его стрижет ну так вот эта работа и там вы можете сразу не набив руку на чем-то более мелком не попереть против такой вот массы скота так вот где советовал бы тренироваться на кошечках тренироваться смотрите вы упускайте многие я не говорю что все но многие упускаете очень важный момент в жизни вы общаетесь с родственниками не учитывая тот момент тот аспект кем ваши родственники являются на самом деле вам-то они родственники все нормально ну да ну врач ну лекарства не выписывает ну выписывает больных из больницы вот ну палач по сути то есть участвует в ну туда это все понятно но мне то он дядя тетя вот я то с ним у меня то с ним хорошие отношения ну да ну мент может быть пытает там задержанных может подкидывает какие-то порошки вот ну мне то он родственник да все нормально вот у нас с ним хорошие отношения ну начальник но не платит зарплату подчиненным ну что ж как говорится ну мне-то он даже помог вот на прошлой неделе и вообще мы там на шашлыки частенько выезжаем и бухаем вот то есть вы в принципе оправдываете общение с падалью тем что это ваши родственники это каким-то образом ваши друзья это кто угодно и самое главное что вам то ничего плохого не делают и где-то в глубине души вы можете чувствовать что что-то тут не то но сказать открыто там не знаю к примеру близкому родственнику брату сестре что слушаем я не буду с тобой за одним столом садиться потому что ты палач в белом халате потому что ты пишешь туфтовые анализы потому что ты выписываешь из больницы людей которые нуждаются в лечении только для того чтобы получить по страховой ты падаль ты занимаешься геноцидом людей ты ничем не отличаешься от той мрази которая в освенцами работала вот это мое мнение и соответственно ни руку я тебе подавать не буду не садиться с тобой за один стол это зашквар сесть с тобой за один стол и все на этом ваши отношения будут закончены родственники обалдеют ваши отношения будут закончены не только с этим родственником но и с многими другими которые так сделать не могут по аналогии с быдлом с рабочим но только здесь давление меньше будет и здесь у вас не будет возможности оправдать себя необходимостью получить премию не потерять зарплате и так далее здесь только личные отношения что вы потеряете ничего но тем не менее основная масса и здесь впадает в немоту это аналог той немоты о которой я говорил сначала там на работе в основном но все-таки ну разбавленный скажем так разбавленный где у вас нету возможности отмазаться и тем не менее никто не пользуется то же самое получается какой-то вот дух немоты если хотите ну да но мне там ничего плохого не делал поэтому друзья советовал бы пересмотреть советую пересмотреть это не какие-то там понты гордыня что сейчас я там зачистку родственников сделаем вы через это станете свободней это тот первый шаг который вас затягивает в болот и вы можете сказать что я и так свободен от того что с ним шашлыка поем ничего не изменится от того что вы снимем шашлыка поедите вы потом будете на шашлык скидываться работодателю только он вас есть не пригласит у меня сегодня день рождения точнее нет у меня до вас никто не снизойдет секретарь пробежит и скажет у ивана ивановича день рождения а вы сможете сказать а он что приглашает сдавай бабки он что приглашает кишка тонка и поэтому поедая шашлык с родственником если родственник этот падаль вы потом не сможете не донатить на шашлык тому кто никогда вас не пригласит к тому кто если и будет собирать стол то не с такими сошками как вы кто с вами на одном поле срать не сядет извиняюсь не потому что там лучше или хуже потому что вы просто ему не в масть вот а бабки вы достанете сразу как это по команде и поэтому не надо считать что этот первый шаг ни к чему не ведет 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 первый шаг обычно ко всему-то и ведет все что за ним уже может быть причинно-следственной связью а вот первый шаг как раз он в основном то и является как бы ответственным за точку на пункт назначения потому что все остальное это как говорится шагнул там в пропасть и все а дальше уже ничего то есть первый шаг все определил а дальше просто свободное падение и поэтому именно первый шаг концовку-то плачевную определяет поэтому посмотрите посмотрите с кем вы находитесь скажем так глуша душу глуша свою душу получая вот эту немоту может быть в гомеопатической дозе но потом она у вас будет в нормальной дозе а может быть передозировки даже посмотрите среди тех кого вы могли бы вычистите своего окружения и с кем вам может быть действительно не очень-то нужно как сейчас говорят зашквариваться вот такие соображения потому что ни разу не видел чтобы с родственником прекратили общение за то что он чудит вне родственных связей а почему а почему то есть вы бы стали с доктором менгеле общаться стали бы общаться с человеком который по живому там вскрытие делает ну просто посмотреть как она там работает такая чем некоторые ладно не буду утверждать но некоторые врачи там нынешние чем они отличаются например чем отличаются не знаю там какие-то онкологи которые просто за надежду берут взятки просто так торгуют надеждой которые дать не могут на самом деле ложной надеждой то есть они не могут надежды торговать только обманом чем эта мразь отличается от той мрази которая в тех же лагерях работала на мой взгляд ничем тем что она вам родственник ну своеобразно короче подумайте подумайте не стоит ли вам немножечко духовно умыться как только духовно умоетесь свобода прибудет это проверено вот такие соображения